Космическое агентство NASA достигло многих высот в космической сфере, но в некоторых моментах оно сильно отстает от агентств и частных компаний других стран. Издание New Atlas обратило внимание, что агентство хоть и отправляло на спутник Земли всевозможные инструменты, но у нее нет опыта отправки роботизированных луноходов. В 2021 году ситуация изменится, потому что агентство заключило контракт на 79,5 миллионов долларов с компанией Astrobotic, именно она разработает беспилотный аппарат, который отправится на Луну под знаменем NASA, компания Astrobotic была основана в 2008 году профессором Редом Уитакером из университета Корнеги Меллана с целью выиграть премию Google Luna X. Она до сих пор принимает заказы от аэрокосмических организаций, и на этот раз займется разработкой крошечного лунохода для NASA, по словам Уитакера, аппарат будет меньше обувной коробки, что позволит снизить его стоимость и количество потребляемой энергии, по сравнению с советскими и китайскими луноходами. Аппарат NASA будет действительно крошечным и легким, его масса не будет превышать 1,8 килограммов. Благодаря компактным размерам, для его отправки не потребуется много денег и места в грузовых отсеках, но при этом четырехколесный луноход будет выполнять довольно важные задачи. Ожидается, что он будет разведывать территорию Луны перед посадкой других аппаратов и отправлять фотографии ее поверхности на Землю. Космическое агентство заранее готово к тому, что аппарат вряд ли проработает дольше 15 суток, именно столько времени длится лунная ночь, в ходе которой батарейки аппарата подвергнутся экстремальным температурам и наверняка выйдут из строя. Аппарат пока не имеет названия, но уже известно, что он будет запущен в 2021 году. Местом его прибытия станет лунный кратер озера Смерти, расположенный в северо-восточной части видимой стороны земного спутника. Помимо аппарата, на Луну будет отправлено еще 14 посылок, в том числе пакет произведений искусства Moon Arc от художника Лоури Бёрджеса. Он будет состоять из двух камер, в которых сохранены тысячи картин, музыкальных композиций и земных образцов для следующих поколений людей. Напомним, что в 2028 году Россия намерена отправить на Луну межпланетную станцию Луна-29, которому требуется водитель. Считается, что им станет человекоподобный робот Феда, о котором можно почитать. Обсудить эту и другие новости науки и технологий можно в комментариях. Подписывайтесь на канал, жмите на уведомления, чтобы не пропустить новые видео.